Данный комплекс, заказчик позвонил в июле месяце. У меня будет фундамент под беседку и не знает, как у меня барбекю будет стоять комплекс, как беседка будет располагаться. Также вот когда такую небольшую столичество делаем, тут остается пространство. Водонагреватель. Водонагреватели есть проточные. Проточные я не рекомендую, потому что они перегорают быстро. Всем доброго дня! С вами компания Печный мир. Сегодня мы находимся в городе Новосибирск. Встретились с мужиками, как раз с мастерами местными, кто работает. Дмитрий, Евгений, Николай. Как раз Дмитрий, можешь представить, рассказать. Надо бы приветствовать друг друга. Можешь рассказать о мужиках, как у вас взаимодействие идет, как дружить, общаетесь, работаете. Меня зовут Романов Дмитрий, Махов Николай и Светлалобов Евгений. Светлалобов Евгений. Мы вместе давно работаем, сотрудничаем, какие-то совместные работы производим. В данный момент встретились на одном из объектов. Да, кстати, мы сейчас находимся на живом объекте. Он был сдан уже. Это как раз работа Дмитрия. И да, сейчас мы по нему поговорим. Но еще хотелось бы вообще о дружбе, о печном братстве. Есть оно в Новосибирске или нет? То есть общаетесь, делитесь опытом. Ну да, в Новосибирске мы общаемся с печниками, со многими друг другу. Все, в принципе, основные знают. Встречаться, конечно, так часто не получается, как хотелось бы. Но, тем не менее, по возможности это происходит. Даже на некоторых объектах вместе работаем. Вот мы сдаем уже несколько объектов сделали. То есть по договоренности сходитесь, делаете? Собираемся в компании. А от чего это зависит? То есть охота поделиться опытом или сил не хватает? Или просто пообщаться там? А там все, все включается. И опытом, и пообщаться, и побыстрее. Вот мы ездили в Кандаурово, ставили хлебопечи. Ну, это русская печка, укамерная. Мы поехали. Там сроки поджимали, поэтому мы втроем собрались, поехали. Где-то за неделю мы, по-моему, собрали эту печь. Десять дней. Десять дней. Это вот втроем вы тоже? Да, втроем. Ну, и потом еще специалист приехал израстцами там отклеил. Ну, это уже израстцы отдельная тема. Есть люди, кто занимаются. Ну, здесь тоже, как я понимаю, есть узкая направленность у каждого. Да, вот Николай сейчас по дороге говорил, что банная печи делает и делал еще и в Сандунаху. То есть, ну, такое-то, скажем, совсем узкое. Ну, было. Нет, почему я и все делаю? Ну, по крайней мере, ты знаешь, как это сделать можно. Кто-то же делает все, но не так специализирован в тех же банных печах, допустим. Вот у меня, когда банная печи попадают, я консультируюсь у Николая. Ну, вот тогда полезно как раз сообщение. Мы общались, вот уточнил, что как ты делаешь, как я планирую, и тогда все получается правильно. Так, ну что, наверное, сейчас мы еще пообщаемся и позже. Сегодня у нас день, так скажем, длинный. Перейдем к комплексу. Данный комплекс, заказчик позвонил в июле месяце. У меня, говорит, есть фундамент под беседку и не знаю, как у меня барбекю будет стоять комплекс, как беседка будет располагаться, каким образом, где вход, где сам комплекс. Он попросил подъехать. Когда я подъехал, мы с ним определились, вот нашли более подходящее место. Так как вот это углубление есть там, там у него, получается, внизу находится погреб. Поэтому тут не так привычно прямоугольное помещение, получается, вот с таким углом. Сразу стояла задача, когда такой комплекс построить, вопрос возникает, освещение надо или не надо, чтобы, когда готовишь еду, чтобы было комфортно работать. Да, вот включить, отключить можно. Выключить. Также вот мойка, ну какую-то посуду помыть, да, те же самые шампура. Где-то должно стоять чайник, под него сразу вывели розетки. То есть электричество, это тоже все за вами, то есть, ну как специалисты. Да, 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 то есть порекомендовали, где электрику подвести розетки, ну, потом также подвести их, где воду и канализацию. С канализацией, конечно, канализация уже была сделана, поэтому оно получилось чуть посередине, да. Но здесь же двери будут потом... Да, здесь планируются двери, двери тоже мы будем монтировать. Но это двери в основном ставим, когда уже будет пол постельный. Пол будет из керамогранита, теплый пол. Заказчик планирует зимой тоже пользоваться этой беседкой. Получается, мойка здесь у нас мангальная часть, да? Здесь мы видим, что ты ставки эти рекомендуешь, или ты их прямо сразу с комплексом выдаешь? В основном стараюсь уже в процессе работы. В процессе работы дошли до этого уровня, и заказчиков, вот, мы в любом случае делаем изначально какую-то выемку, либо какие-то подставки, чтобы просто шампурами можно было пользоваться. Потом предлагаю какие-то варианты, которые вот решетки можно поставить, да, где можно делать гриль, стейки готовить. Мы как на шампурах можем мясо жарить, правильно? Да, так же можем на решетках. И решетка, то есть решетка это как, мы шампура полностью убираем? Да. Еще хотел сказать, что вот, у кого мы эти шампура и решетки заказываем, он заказчику сделал, так как он немножко по срокам задержался, он сделал вот три шампура такие для люли-кебаб, они более широкие. Лучше держит мясо? Да, лучше держит, да, фарш, и чтобы оно не скучилось. Можешь показать, как работает вот это решетка? Вот это снимается, или как? Да, это каким образом работает. Вначале тут можно приготовить, ну, либо крупные куски мяса, да, овощи, это так же можно убрать. Раз вот так убрали, что стол сразу смешно? Да, можно стол сразу поставить. Еще какой у него плюс? Тут сделан таким образом, что вот такие, они крутятся, чтобы можно было их хорошенько промыть после приготовления пищи. Вот если вот это мы убираем, потом можно так же... Сейчас уже на шампурах мы готовим. Да, есть такие же вставки уже несколько уровней. То есть там можно готовить и мясо, по идее, чуть повыше поставили решетки, там тоже можно овощи готовить. Тут ничего особенного, просто получается печь под казан. И я стараюсь всегда делать возле казана какую-то небольшую столешницу, для того, чтобы вот даже как вот здесь какую-то посуду поставили, да, овощи поставили. Также вот когда такую небольшую столешницу делаем, тут остается пространство, да. Проще всего, конечно, его просто закрыть, но мы стараемся делать таким образом, чтобы эту нишу как-то задействовать. Первый вариант, это можно какую-то выдвижной ящик сюда поставить, где можно хранить приправы, бутылки с маслом. Либо вот сейчас, как данный момент, тут заказчик просто поставил вот мешок под угли. Тут было два варианта по поводу вытяжки. Вытяжку либо сделать сразу в общий дымоход, тут специальную нишу. Но это для чего не стали делать? Так в проекте посмотрели, оно посмотрелось более громоздко. А сейчас вот в данном моменте она аккуратненькая, ничего лишнего. И поэтому приняли такой вариант, что поставили вытяжку электрическую. То есть отдельная, да? Отдельная стоит и также предусмотрели сразу отверстие через заднюю стенку. И все, вот она работает. Также вот освещение есть. Тут получается между шамотом и наружной кладкой прокладывается специальный материал огнеупорный. И также, чтобы это красиво все смотрелось, проделываем шнуром черным. По кирпичу, что могу сказать? По кирпичу очень часто используем кирово-чипецкий. Почему он нам нравится? Это кирово-чипецкий? Да, кирово-чипецкий. Мангейм Шварцвудер. Вот. Почему его используем? Во-первых, у него есть полнотелый кирпич, есть пустотелый. Мы все знаем, что печь должна строиться из полнотелого кирпича, но так как в целом, если общий бюджет взять, в каких-то местах, вот именно в данном комплексе, они никакую такую нагрузку не несут. Используем пустотелый. Вот, например, в этих частях, вот здесь. Это все пустотелый, да. А вот это полнотелый? Это полнотелый, и вот верхнее отверстие. Вот нам для чего, зачем, где его на фарту, использовать полнотелый кирпич. Ну, понятно, то есть, есть, как сказать, коллекция и полнотелый, и пустотелый, и он бьется один в один. Да, в один в один бьется, но могут быть небольшие, как бы, по тонам разница, но, тем не менее, они очень похожи. А этот шоколад брал получается, да? Да, и вот этот шоколад полнотелый, также у нас в Новосибирске есть человек, печеник тоже, Константин Борзов, который, у него, ну, производство небольшое, и он эти кирпичи сразу уже, изготавливает. То есть, мы запрашиваем, какое количество нам надо, ну, внутренний радиус, да, наружный радиус. То есть, вы взаимодействуете? Да, мы взаимодействуем, в процессе работаю, потому что на это очень много времени тратится, если это на месяц все делать, это пока станок настроишь, пока, да, и пыли, чтобы этим дышать. А ты приехал, у тебя все готовое, мы готовим все это делаешь. А по смеси? Смеси, вот тут смесь черного цвета, черный графит, название. Фирма Квик Микс, а внутри уже глиношамотная смесь Мертель. Ну, вот то, что есть облицовочный и полнотелый. Это очень большой плюс, почему, например, в нашем регионе пустотелый кирпич стоит 87 рублей, ну, вот, плюс-минус там могу ошибаться, а пустотелый 87 рублей, а полнотелый 197. Дороже почти два раза. И если в целом на комплекс взять, уходит там, ну, тысячи-тысячи двести кирпичей, если это все высчитывать, это получается, мы экономим деньги заказчика, ну, минимум тысячи пятьдесят, а может даже и больше. Зачастую бывает, вот, когда каменная столешница, нам всегда удобно сделать то, что вот полкрипича здесь выложили и все, да. Мы стараемся, вот где стоит именно мойка, делать эту часть узкую, то есть, получается, сантиметр 6-7 вырезаем кирпич. И особенно, когда мойка нижнего монтажа, ему надо определенное расстояние. Если бы мы здесь использовали полкрипича, то мойка, соответственно, бы сдвинулась туда-назад. Тогда заказчику неудобно было бы использовать полноценно саму раковину. То есть, вот эту часть, вот этот кирпич, делайте половинку. Да, кирпич, кирпич мы его как бы сузили, и она тут как бы такая полосочка идет. Когда с заказчиками я встречаюсь, сразу спрашиваю, кто будет готовить. Иногда у кого-то супруги готовят, у кого-то, либо бывают заказчицы, бывает, а заказчиков я, бывает, даже не видел. У меня, например, заказчик там по 2 метра ростом. Тогда мы тоже стараемся урегулировать, примерно, какая высота столешницы у нас будет относительно пола. Либо там 85, ну в основном 85-93 сантиметра, там плюс-минус в зависимости от роста, который заказчик будет готовить. Это один момент. Второй момент, стараемся делать еще всегда, чтобы здесь было комфортно использовать, то есть, не наклоняться вниз, да, либо наоборот, не было высоко, именно во время приготовления пищи. То есть, приехал замерять комплекс, сразу с рулеткой заказчика проверил, понял, да, так, так, вот здесь добавлю. Да, на самом деле, очень много нюансов, моментов, которых надо учитывать. Как такой, это уже провокационный вопрос, как оцениваете работу? Ну, вот здесь у вас в регионе, Новосибирске, то есть, это тоже интересно, сколько стоит работа, чтобы, допустим, такой комплекс сделать? Или как считаете ее? Ну, вообще, на самом деле, все комплексы, все требования заказчика вначале учитываешь, да, какие, примерно, прикидываешь, сколько у тебя времени на все это уходит, какой сложности работа. Вот от этого все оценивается. Ну, я лично не привык считать по кирпичам, а то есть, вот, примерно, я понимаю, какая сложность работа, сколько у меня это времени займет, и поэтому, соответственно, цена там разная может быть. Ну, конференция, ну, я не могу сказать. Короче, это никто не может сказать. Вот, а еще, еще один момент, так как воду сюда подвели, да, решили сюда поставить водонагреватель. Водонагреватели есть проточные, проточные я не рекомендую, потому что они перегорают быстро, и энергию едят очень много. Поэтому стараемся небольшой бойлер поставить внизу, такая накопительная. Сколько, 10, наверное, для литра? Это вроде на 15. На 15? Да, они, как раз, именно этот вариант были и на 10, и на 15, но в тот момент на 10 не было, поэтому взяли на 15. Многие говорят, что зуб на мангале не нужен, но мы стараемся его делать, потому что заказчик его еще будет использовать как камень. Ну, тут, я думаю, тоже ничего такого особенного. А где, кстати, сводишь трубу? Сейчас я вот эту и покажу. Ну, вот тут, каким образом, тут тоже все на короб собирается, футировку некоторые полкрипича делают, ну, тут на ребро достаточно. Трубы, основной канал мы гильзуем, вот тут можно посмотреть. То есть, гильзует, не рвет вкладку, ничего это не дало? Не рвет, там специально тоже материалом прокладываем, зазор делаем, ничего не это, все работает. Ну, и получается, этот канал ты заводишь за футировку задней части, да, за стенку? Футировку, ну, по-разному получается. Я вот, что обращал внимание, многие делают, заводят его посередине, да, ну, здесь вот, на этой боковой стенке. Тогда многие делают полтора кирпича стенку. Большая, да. И получается, здесь полтора кирпича, там полтора кирпича, это, на мой взгляд, она прям увеличивается в объеме, а так полезно и ничего нету. И поэтому гильзовку мы делаем, бывает даже в такой ситуации, делаю даже сюда, получается кирпич подрезаем буквой Г с этой стороны. Да, нет, здесь, в данной ситуации, в данный момент идет сзади, но бывает, иногда делаем здесь, ну, я делаю, по крайней мере. Такую ты можешь врезать, могу врезать, поставить, это все работает, многие переживают, то, что там что-то случится, а так уже очень-очень давно и долго так делаем, все работает. А еще, Дима, прошу вас, скажи, вот здесь шов у тебя 10-12 миллиметров. Вот, по швам, что хотел сказать, то, что вот заводской шов у Кирово-Чипец кирпича где-то сантиметр идет. А заводской имеешься, какая-то стыкуешь? Да, вот здесь два кирпича, два кирпича, ну, целый идет, да, и потом вот здесь торцом поставил, и получается здесь примерно сантиметр. Ну, у Кирово-Чипецка еще какая особенность, то есть, например, с поддоном взял, положил пять кирпичей, они все отличаются на 2-3 миллиметра. Поэтому я уже давно, где-то шов у меня сантиметра, там, 12 миллиметров, надо даже чуть больше бывает. Но именно в этом кирпиче, или во всех? Именно, ну, в этом кирпиче, в этом кирпиче и других тоже. Ну, что он больше под ручник похож, это вручнике, это практикует. Да, 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 вручника еще какая особенность, то, что у них и по длине разные бывают, и по толщине разные. Вот здесь, например, мы старались вообще кирпичи все подбирать, чтобы вот это вертикальные швы прям совпадали. Потому что если кирпич будешь брать прям один за другим, то чтобы вот так все плавало. Ну, а подпиливать его там, то есть, торец где-то там на 2 миллиметра спилю, будет видно? Да, бывает, что если спиливаем, то бывает обрабатываем, там, рашпилим отрав, обрабатывает, обработали, и все, то есть, она как заводской становится. И сейчас вот мы зачастую такие швы делаем, и заказчикам очень нравится, некоторые даже еще больше просят. Вот, и я так, которые объекты видели, заказчики, мне надо прям вот такой же шов надо. И оно в целом, вот эти миллиметры, уже не подгоняешь, и тогда в целом оно тоже хорошо смотрится. Да, здесь темный шов и темный кирпич, он как-то это гармонирует, да, не так сильно бросается в глаза, что он больше или как-то это сходится. Вот сейчас у нас будет объект, где печка стоит, да, там он будет узкий. Там узкий шов, да. То есть там, ну, в сравнении можно будет этот увидеть и тот увидеть, и как смотрится. Вот там у нас внутри помещения электрическая вытяжка стоит, вот мы его вывели через стену и поставили вот такую декоративную решеточку. Да, о чем говорили, что можно было строить в печь, но это было громоздко, а здесь сделали электрическую, и такое решение было вывести сюда. Да, такое решение, конечно, можно было, чтобы и тяга была еще лучше, вывести вот сюда трубу и вывести... Ну, это надо, это же электрическая, она принудительная. Да, она принудительная, поэтому такой необходимости не было, и это визуально бы некрасиво смотрелось. Поэтому приняли такое решение и оставили так. Ну, труба вот тоже из такого же кирпича выложена, сверху стоит зонт, чтобы от осадков не было попадания внутрь дымохода. Ага. Выдры там все это делаете, водоотливы? В данном случае мы ничего не делали, выдры, почему? Потому что кровли еще не было, там кровельщик и гидроизоляцию все капитально хорошо сделали после нас. Эти печи в нашем регионе, я бы сказал, наверное, относительно недавно начинают появляться. Заказчик говорит, что его построил его отец, а он ему помогал, поэтому он его не хотел разбирать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова